В эфире у нас Анна Шамбадан, Дмитрий Соловенов. Мы верно двигаемся дальше. Да. Для того, чтобы сформировать красивую фигуру, необходимо сочетать сбалансированное питание с физическими упражнениями. Я думаю, что вы в курсе. Да. Ну, таким образом мы получим красивое и здоровое тело, что, конечно же, улучшит наше настроение и самооценку. Поговорим на эту тему с гостем. У нас сегодня в студии Татьяна Попенова, фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог. Доброе утро. Татьяна, здравствуйте. Тема эфира сегодня у нас в день идеальных фигур. Соответственно, вопрос. Из чего? Из чего складывается вот эта вот идеальная фигура? На самом деле нет идеальной фигуры. Нет. Я так и знала. Что же это? Для каждого человека понятие идеальная фигура индивидуально. Для кого-то это подтянутая фигура, да, с хорошим объемом мышечной массы. Для кого-то, наоборот, очень тонкое, грациозное, да, тело. Для кого-то это какие-то более пухлые объемы какие-то, да. Поэтому для каждого человека это индивидуально, и каждый сам выстраивает тот образ, который он хотел бы видеть. Ну, это понятно. Но, Татьяна, вот мы больше про что сейчас говорим? Про то, что как прийти к этому, чтобы все-таки твоя, пусть она будет твоя, какую ты ее представляешь, чтобы она была. То есть идеальное сочетание как раз-таки питания, идеальное сочетание той физической нагрузки, которая... Да, то есть на самом деле 80% того, как мы с вами выглядим, как мы с вами себя ощущаем, да, то есть вся наша красота, это наше питание. То есть 20% это уже тренировки, это физическая нагрузка, физическая активность какая-то, либо какие-то косметологические услуги, скажем так. Стяжки и все остальные. Ну, скажем так, да. Но, тем не менее, 80% это питание, это наше еда. То есть, смотрите, если мы будем питаться, то, в принципе, можно и не заниматься физическими какими-то нагрузками. Движение, движение это жизнь, да, то есть здесь, опять же, как я уже сказала в начале, если человек хочет какую-то активную, какую-то мышечную массу, какие-то хорошие объемы, сформировать пропорции своего тела, потому что, опять же, конституция у всех разная, где-то нужно уравновесить, и кто-то хочет добиться того или иного баланса, да, в своем организме, поэтому здесь, да, здесь без фитнеса, например, здесь очень сложно. Но для большинства людей также подходят и такие физические нагрузки, как плавание, ходьба, бег, езда на велосипеде, лыжи, то есть сезонные какие-то виды спорта, да, это тоже нагрузка, это тоже спорт, это тоже позволяет держать себя в тонусе, в принципе, уже все хорошо. А вот, да, очень часто люди сталкиваются с такой проблемой, даже я сталкивался, когда начинаешь заниматься спортом, начинаешь какие-то нагрузки совершать, и в определенный момент останавливаешься, ну, из-за работы, из-за недостатка времени, как вот не сорваться и всегда держать себя в форме. Да, на самом деле, иногда передохнуть-то полезно будет. А как вот перестать отдыхать, собственно, и снова войти в этот ритм? Мотивировать себя, чем? Да, какой-то стимул можно себе поставить. Ничего страшного в этом нет, из-за того, что вы немножечко остановились, немножечко перестали, то есть, в принципе, понимаете, к чему вы идете, для чего вам это нужно. Иногда человеку нужно сделать небольшой отдых, небольшой перерыв, и это нормально, потому что сейчас идет гонка, гонка вот за этим красивым фигурой, за идеальным телом, то есть, это все, люди присыщены этой информацией. И, на самом деле, очень тяжело находиться в постоянном напряжении, потому что работа над своим телом – это труд, это очень большой, на самом деле, труд, и люди устают от работы, от дома и от фитнеса в том числе. Поэтому иногда, если человек понимает, организм устает, он устает не только физически, но и психологически, нужно делать перерыв. И потом человек сам придет к тому, чтобы начать, то есть, как только организм восстановится, адаптируется, конечно, точно так же, даже инструктора фитнес-диетологи, да, тоже все немножечко отдыхают от этого, потому что очень тяжело, это работа, это труд. Так, а я хочу еще озвучить проблему других девушек, домохозяйки, я тоже к ним отношусь, в частности. Вот это вот полы помыл, там, протер что-то, это не относится правильно к физике? К сожалению. Это, к сожалению, не относится, да. Это не спорт все-таки. Но вот, знаете, я как девушка, которая больше все-таки не на физические упражнения какие-то ориентирована, а я больше на диеты, так скажем, на правильное питание, больше вот так. Но бывают такие моменты, когда ты срываешься, вот, и ты думаешь, а, все, ничего не получается, да, совершенно, взял, съел одну зефирину в шоколаде, еще там другой, и все, и думаешь, и не буду, в общем, не бою. Такая наболевшая, на самом деле, тема, потому что очень многие себя загоняют в депрессию, постоянно коря себя, ввиня за съеденный какой-то кусочек, и люди сейчас вообще боятся есть. Они боятся есть, потому что теми или иными методами, да, то есть, кто-то скинул вес, кто-то, наоборот, понимает, что он будет поправляться, и люди боятся съесть что-то лишнее. Это неправильное отношение, скажем так, это уже психологическая проблема. Потому что если вы в самом начале пути, и вы что-то где-то подъели, где-то сорвались, ничего страшного, начинаем все сначала, не нужно ни в коем случае себя обвинять, кореть, конечно, не нужно заниматься самоедством вот этим, да, просто начинаем сначала, еще раз сорвались, начинаем сначала. Если это систематически, конечно, вы себя постоянно угнетаете, здесь необходимо обратиться либо к специалисту, либо к диетологу, и к психологу обязательно, да, то есть, такие случаи есть. Татьяна, ну что, сделаем вывод, правильно, если у вас есть цель, дорогие наши, то вы обязательно к ней придете. Если чуть-чуть сорвались, то ничего страшного, мы надеемся, что у вас все получится. Поэтому самое главное не с понедельника, а вот со вторника начать точно здесь и сейчас. Будет хорошо, да. Спасибо вам огромное. А мы благодарим, мы благодарим, большое спасибо за здоровые советы нашу гостю сегодняшнюю. На студии была Татьяна Попенова, фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог.